родовые программы это программы рода связанные с нашим родом с нашими предками то есть то как раз мы о чем говорим в роду есть определенные сценарии которые повторяются повторяются скажем так в постоянных поколениях есть сценарии поведения допустим это сценарий касательно денег а то есть наши отношения к деньгам и насколько мы имеем в нашей жизни достаток это сценарий по отношениям или программы по отношению насколько мы гармоничны в отношениях в семье насколько у нас складываются взаимоотношения много ли разводов там много ли у нас проблем просто во взаимоотношениях и программы по здоровью, то есть родовые программы связаны с наследованием родовых сценариев по здоровью, то есть есть какие-то заболевания, которые тоже наследуются. Вот это имеется в виду родовые программы. И вот они как раз связаны с семью поколениями. Я могу уже дальше рассказать, да? Да, конечно. Ага, вот, то есть почему семь поколений, ну если взять даже священные источники и везде указано, вот там семь поколений вверх, семь поколений вниз, там грешница если грешит, то семь поколений ее предков будут страдать, а если ты стал, в общем-то, святым человеком, то семь поколений вниз и семь поколений вверх тоже как бы получают благо. Семь поколений это как раз то число, которое влияет на нас. Почему? Смотрите, в нас 50% ДНК папы, ДНК мамы, 25% ДНК бабушек и дедушек. Дальше идет пополам 12,5%, затем 6,5% ДНК. И последнее значимое число для нас это где-то полтора процентов, это вот мы имеем полтора процентов ДНК нашего седьмого поколения. Это вот еще значимое число, которое влияет на нас. Но наиболее значимые все-таки четыре поколения. То есть мы самое первое поколение, второе это мама-папа, дедушки-бабушки, прадедушки-пробабушки. Как правило, вот родовые программы и сценарии мы получаем вот от них, именно из этой части нашего рода. Дальше уже не столь сильно, но влияние все-таки есть. И влияние как раз вот через это ДНК. То есть ДНК несет вот связь, то есть на тонком плане, на квантовом уровне идет взаимосвязь всех ДНК. На этот счет тоже есть научные исследования, что все ДНК похожие между собой взаимосвязаны и через них передается информация. То есть если в седьмом поколении от нас вверх, то есть даже полтора процента, были какие-то события очень важные для рода, то эта информация, вот любые эмоции, они пишутся. Пишутся именно на чистоте ДНК. ДНК записывает те эмоции, которые мы испытывали. Если эти эмоции тяжелые, ну а у наших предков, наверное, была часто непростая жизнь, и особенно на протяжении последних четырех поколений, когда было много потрясений в мире. И вот эти эмоции, если человек их не пережил, то они откладываются на вот этом жестком диске ДНК. И эта информация хранится, передается дальше на поколение. И мы, получая определенное тело, мы уже имеем, скажем так, определенный генетический аппарат и определенные сценарии, заложенные в этом ДНК. То есть мы, ну, своего рода несем судьбу своего рода. Ну вот как-то так. А какие еще, как мы можем узнать, если мы не знаем вот наши поколения, да, вот какие есть методы определения того, что было там семь поколений назад, скажем так. Как понять, что именно тот самый, вот те самые полтора процента на нас влияют. И существуют ли какие-то методы такие рабочие, с которыми можно разбираться. Потому что, опять же, как ты уже сказал, в связи с тем, что в нашей стране, особенно и в России, да, откуда мы все родом, из Советского Союза, да, я бы даже так сказала, было огромное количество потрясений исторического плана, да, и очень сложно сейчас отследить. Я, например, допустим, вот могу по своей семье сказать, что там четыре поколения-то я точно могу отследить, а вот дальше уже проблемы, да. И, опять же, если какие-то проблемы в нашем роду отслеживаются, да, особенно для женщин это очень важно, потому что для женщин родовые программы, это вообще, мне кажется, исключительную важность они несут, поскольку женщина может быть вот мама одна, да, дочка одна, бабушка была одна, все время неприятности в браке. Это же тоже родовой сценарий, да, а на самом деле такой родовой сценарий, он может идти откуда-то совсем из очень-очень далеких времен, но каким образом вот это можно выяснить и прояснить? Вот какие существуют методы для этого? Ну, на самом деле метод, ну, как раньше было, да, допустим. Раньше люди вели родовые книги, были родословные, люди записывали и знали, допустим, свои поколения далеко-далеко назад. Я встречал людей, которые, допустим, знают свои поколения на 15 поколений назад. Это примерно 400-500 лет. Вот, то есть 500 лет назад они знали, с кого начинался их род. Вот, и вся информация записывалась, скажем так, в этой родовой книге, что происходило и знали. Сейчас, конечно, вот эта информация у многих потеряна, особенно в Гражданскую войну, в революцию, когда сознательно уничтожали архивы. А при Петре Первом, вернее, при его отце был такой акт, что просто родовые книги свезли под предлогом переписи и просто сожгли их. Ну, я не знаю, какая была цель, но тогда была вот эта информация утеряна. Вот, какие методы сейчас есть для того, чтобы восстановить вот эту родовую память, родовые знания? Есть метод расстановок, абсолютно научный метод. Расстановок Хеллингера, да? Да, Берта Хеллингера, профессора, немецкого профессора. Но он существовал и до него, он просто его, скажем так, популяризировал. Он его увидел в одном из африканских племен, где-то разработал и, скажем так, сделал такую популяризацию. В России... То есть в африканских племенах были такие методы, методики, которые помогали установить связь с родом, да? Я правильно понимаю? Ну, в общем-то, да. Ну, я как-то к этому так спокойно отношусь, потому что, ну, насколько там в африканских, не знаю, но этот метод, он, я вот просто встречал его и в славянских, то есть вот разговаривал с ребятами, которые занимаются славянскими практиками, вот. И это тоже было в России, только очень давно. То есть вот подобный метод, он, в принципе, существовал везде, в разных местах. Это, опять же, теория полей. То есть на самом деле каждый человек взаимосвязан через Вселенную. То есть есть большой сервер, скажем так, и мы, как пользователи, да? То есть мы такие системные блоки, то есть у нас есть жесткий диск, наш ум, наша память, сознание. И мы через Вселенную все соединены в вот эту большую сеть. И, соответственно, человек... Это такой глобальный интернет, да? Глобальный интернет, да. И модемом является в данном случае шишковидная железа. Вот. Это как раз, ну или по-другому эпифиз, который находится у нас на месте третьего глаза. Вот. Посредством как раз вот данной железы мы осуществляем связь со Вселенной, с тонким миром, скажем так. Ну или с интернетом, вот с этим сервером. Ну или, кто называет, хроники Акаши, вселенский разум. Вот. И посредством этого мы можем соединиться. И если человек настраивается на определенное, скажем так, состояние, вот он может получить, в принципе, информацию. Вот метод расстановок, он основан как раз на этом. То есть человек становится, скажем так, несколько человек собираются, кто-то становится, вот появляется, осуществляется запрос, ну, допустим, по роду, да? То есть я хочу понять, какая проблема была в моем роду. Растан, скажи, пожалуйста, извини, у меня вопрос такой. Методом расстановок мы именно решаем родовые программы либо еще какие-то вещи можно с помощью расстановок рассматривать? С помощью этого метода, ну, в общем-то, можно решать любые проблемы. Вот. Тут, ну, был вопрос про род, поэтому... Не, ну да, да, я прошу прощения за свое любопытство, да. Это нормально. Как расставляется, да, для рода, ну да, для женщины нормально. Как расставляется для рода? Для рода или для вообще для любой вопрос? Для рода, конечно, для рода. Ну, раз мы про род разговариваем, конечно, да. Я просто объясняю про род, и оно работает точно так же про все остальное. То есть есть запрос. В принципе, этим может заниматься каждый человек. Не обязательно быть расстановщиком, по большому счету. Вот насколько я смотрю, есть различные методы расстановок. Есть расстановки духовные, есть расстановки по Хеллингеру, есть расстановки подсознаний, видов, их очень много. И мы можем практиковать, в принципе, все, если знаем о них. Вот. С помощью этого метода мы действительно можем узнать, что было в роду, поставить кого-то, допустим, завестителем на место бабушки, прабабушки, прадедушки, поставить в род. Вот, и вот я просто могу рассказать свои случаи, допустим, о тех расстановке, которые я... Конечно, это очень интересно, да. Я знаю, что у тебя какие-то фуникальные случаи были. Да, это было в самом начале моей карьеры, это было, наверное, лет 5-6 назад, именно как расстановщика в Москве. Причем дебют у меня происходил именно в Москве. Я приехал в Москву, там проводил эти расстановки. И в расстановке выяснилось, допустим, что прадедушка, того человека, который заявлял свою проблему, вот, был неродным человеком. Расстановка показала. То есть, настоящий дедушка, то есть, прадедушка родной, про него никто не знал. И проблема была связана именно с этим. Вот. Ну, то есть, расстановка прошла, то есть, мы увидели, что было в ситуации. Вот. Ситуация в расстановке разрешилась. Но самое интересное было, что на следующий день вот этот молодой человек позвонил мне и сказал, я, говорит, когда пошел к родителям, к дедушке-бабушке, стал расспрашивать, и выяснилось, что действительно прадедушка был неродным. Вот. Про это никто практически не знал. Знали только вот, ну, там, два человека, кто-то в роду. Вот. И ситуация была действительно связана с этим. Он про это просто, у него не было информации. Это выяснилось в расстановке. И вот по всем тем расстановкам, которые мы проводили, то есть, то, что проявляется именно в данной ситуации, по роду, затем, через какое-то время, все равно подтверждается. То есть, находятся источники, находятся информации или родовые книги. И действительно было так. Хочу, пожалуйста, какие женские программы, вот так, как правило, выявляются именно на расстановках? Вот что для женщин? Ну, такие типичные какие-то есть вещи. Я думаю, что ты можешь их сформулировать однозначно. Ну, вообще, обычно сценарий в жизни немного. В женской... Вот она как, да? В женской... Ну, вообще, у нас у всех два-три основных сценария, которые являются основными. Вот. От них уже, как ветви дерева, начинают различные проблемы расти, да? И мы теряемся, говорим, вот здесь плохо, здесь как-то не так, здесь что-то не строится. Вот. Хотя причина находится в двух-трех вещах. А чаще всего, если корень посмотреть, то одна причина изначальная. Но мы про нее сейчас не говорим. Вот. Так вот, у женщин обычно какие? Ну, это ситуация, во-первых, в роду, что где-то когда-то мужчина предал женщину, да? Оставил ее, выбрал другую женщину вместо нее. И формируется вот эта эмоция, эмоция недоверия мужчине. Я мужчине доверять не могу. На мужчин положиться нельзя. Надо быть сильной самой, надо полагаться на саму себя. И женщина становится, ну, вот, скажем так, недоверчивой по отношению к мужчинам. И эту же информацию, эту же стратегию она передает своей дочери. Вот. Соответственно, дочь, получая вот этот сценарий, то есть, что мужчинам доверять нельзя, она и в свою жизнь тоже притягивает соответствующих мужчин. Потому что сознание наше работает таким образом, что то, что в нашем сознании заложено, то есть наш жесткий медицин содержит определенную программу, и согласно этой программы, монитор, скажем так, а монитором является Вселенная вокруг нас, вот, монитор начинает показывать то, что заложено в нашем подсознании, в нашем жестком медицинском ума. Вот. Соответственно, если есть такая программа в нашем сознании, недоверие мужчины, мы будем встречать мужчин, на которых будет нельзя положиться. И это уже родовая программа, это уже родовой сценарий, которая закрепляется раз за разом. Вот. И пока в роду не появится женщина, которая не увидит этот сценарий, не осознает его и не начнет его прорабатывать, этот сценарий будет повторяться до тех пор, пока кто-то не решит эту задачу. Скажи, пожалуйста, получается, вот, современная эмансипация, на самом деле, да, и вот эта вот всеобщая пропаганда, особенно здесь, в Америке, очень заметно, что женщина, она вот сильная, она все сама, да, это на самом деле кто-то придумал, у кого были проблемы в роду, я так и понимаю, да, потом стал это активно пропагандировать. Если это один из типичных сценариев, да, соответственно, вот я сама, я везде сама, и получается, что это, наверное, корни-то отсюда растут, как ты считаешь? Ну, тут действительно много причин, одна из причин действительно такая, ну, я не знаю, как в Америке, в России, допустим, эта проблема сильно связана с тем, что была Великая Отечественная война, и очень много мужчин погибло, вот, и это опять же программа какая, я не могу положиться на мужчину не потому, что он предатель, да, а потому что его просто нет, вот, то есть был мужчина, он погиб, муж, и женщине пришлось стать сильной в семье, и если сильная женщина, она воспитает кого? Она воспитает сильную дочь, тоже такую же сильную, как она, но слабого сына, потому что у него нет отца, да, и этот мальчик будет подчиняться маме, потому что папы нет, он подчиняется маме, соответственно, когда он вырастает, он точно так же будет подчиняться своей жене, и это тоже родовая программа, вот, и в России как раз вот это очень сильно выражено. Ну, вторая проблема, это, конечно, прием противозачаточных средств, которые очень широко применяются, которые содержат эстрогены, то есть женские половые гормоны, и ребенок, мальчик, который появляется на свет после того, как женщина прекратила принимать гормоны, тем не менее у него будет гормональная система такая, скажем так, больше женская и ослабленная, а у женщины более сильная, и это тоже причина, допустим, потому что, да, причина того, что женщины становятся более сильными, а мужчины более слабыми. Получается, что если вот гормональная терапия, которая сейчас весьма популярна, да, ее применяют не только как противозачаточные средства, но и вообще во многих других вещах, то есть она, получается, что она несет изменения в наш ДНК и тем самым закладывает определенные изменения в родовых программах. Я правильно понимаю? Ну, наверное, не совсем так. То есть, ну, на ДНК она особо не влияет, она влияет на нашу гормональную систему в целом, вот, но гормональная система уже влияет на состояние психики нашей, скажем так, потому что мы, ну, наше тело, наш ум все-таки, оно реагирует на гормональную систему, то есть гормоны очень оказывают большое влияние на жизнь человека. Вот, допустим, окситоцин гормон, мы же в женской гостиной, да? Да. И этот гормон, очень важный в жизни женщины, на самом деле очень сильно влияет на ее состояние. Чем больше у женщины гормона окситоцина, вот, тем больше она проявляет женственность, тем больше у нее любви внутри, тем больше она может привязать к себе мужчину, и тем больше она счастлива. То есть, чем выше уровень гормона окситоцина, тем женщина более счастлива. Вот, чем ниже уровень гормона окситоцина, тем женщина чувствует состояние несчастья внутри, потому что падает гормон окситоцин, поднимается гормон кортизол. Кортизол – это гормон стресса, гормон депрессии. Вот, они находятся в четкой взаимосвязи. Так вот, гормон окситоцин, оказывается, увеличивается у женщины тогда, когда она служит своей семье. Вот, как раз это про вопрос эмансипации. То есть, женщина, которая не служит своей семье, которая не служит своему мужу, у нее автоматически гормон окситоцин начинает падать. И, соответственно, начинает расти кортизол. И женщина теряет свое счастье. Ну, вот, допустим, вот два таких простых гормона. Их, на самом деле, гораздо больше, и все они влияют на наше состояние. И обратно, если мы меняем свое состояние сознания, если мы работаем над своим сознанием и меняем свою, скажем так, психику или свое состояние души, вот, то гормоны начинают реагировать на это и точно так же либо уменьшаться, либо увеличиваться. То есть, ну, тут четкая взаимосвязь тела и состояние нашего сознания. Скажи, пожалуйста, мы тут плавно, на мой взгляд, с тобой подошли к различию между восточной и западной психологией, потому что именно в восточной психологии есть такая парадигма о том, что женщина, она должна служить своей семье. А в западной психологии все-таки этого нет. Вот ты мог бы немножко осветить вот именно вопрос различия западной и восточной психологии? И какой ты придерживаешься, и какие методы ты берешь из одного, так сказать, учения или из другого, и вообще пользуешься ли ты ими обоими? Ну, я не являюсь фанатиком вообще. Мне нравится все то, что работает и то, что находит подтверждение в жизни. То есть, ну, как врачу профессиональному я до сих пор практикую, вот, являюсь ночмедом больницы. Вот, и у нас такой принцип в основном доказательная медицина. То есть все должно быть доказано. Вот, в психологии то же самое. Все, что работает, оно эффективно, да? В западной психологии тоже много эффективного, как и в восточной. Но есть кардинальная разница. Вот, а разница в том, она находится в понимании личности человека, в структуре личности. Вот, западная психология, а ее основатель, можно сказать, Фрейд, вот, там включается уровень, как правило, то есть включаются чувства, включается ум, включается подсознание и включается разум. Все. То есть выше, как правило, уже практически не идет. То есть западная психология работает на уровне эго. Эго человека. Оно связано с эго. Эго, это ограниченная структура. Это, скажем так, компьютер без интернета, по большому счету. Вот, у него есть, конечно, ресурс, у него есть это, но ресурс ограничен. Эго, оно не имеет, оно имеет ограниченный ресурс, энергию. Вот. И, соответственно, работает исходя из того, что сколько у него есть. Поэтому западная психология, она работает на принципе нужно получить энергию извне, потому что своей не хватает. Вот, поэтому нужно где-то ее забрать и получить. Вот. То есть урвать. И, в принципе, в жизни это удается нам, но во Вселенной все взаимосвязано. Когда мы что-то забираем где-то, мы что-то, наоборот, теряем. Вот. И нам не хватает. Ну, вот, если просто подумать, что когда мы стараемся все время потреблять, 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 то счастье как-то, в общем-то, не прибавляется. Несмотря на то, что у нас появляется большое количество там, допустим, каких-то вещей, каких-то там домов, яхт или еще чего-то, уровень счастья все-таки от этого не совсем зависит. Уровень свободы, да, комфортности, да, но счастья, наверное, нет. Вот. Восточная психология, она включает более высокий уровень, то есть выше уровня подсознания разума включается еще позиция души, которая связана с Богом. То есть это компьютер, который подключен к интернету. Вот. Причем к хорошему интернету, где, ну, такой же высокоскоростному, да. Высокоскоростному интернету, да. Вот. Эго тоже подключено, но там не тот уровень интернета, скажем так. И там на забор больше. Здесь... Вот так вот, да, получается. Да. Вот. Когда на уровне восточного подхода мы связаны с душой. Вот. Душа, по сути дела, это структура нематериальная, божественная. А что такое Бог? Бог — это любовь. Он состоит из любви, это энергия любви. Это огромный потенциал и ресурс. Так вот, когда мы находимся на позиции души, то есть не эго, а души. Вот позиция души, вот вспомните просто, когда вы действовали от души. Вот. Когда мы детей любим. Мы же их любим бескорыстно. Вот. И когда мы любим детей своих, делаем для них что-то, нам просто хорошо на душе. Или когда мы кому-то вот что-то делаем, доброе дело, отдаем просто вот не ожидая ничего взамен, ну, просто сделали хорошее дело. У нас на душе как? Замечательно, да. То есть такое и состояние энергии какой-то, и радость какая-то, потому что я кому-то что-то сделал хорошее. Вот. Вот позиция восточной психологии отдавать. Отдавать не как от эго, не от ума, а именно от души. И чем больше мы отдаем от души, то есть мы становимся как бы вот таким каналом, через который идет энергия божественная. То есть я же не ограничен уже эго. Я связан с огромным резервуаром любви божественной, то есть с Богом. И отдаю на самом деле тоже от себя с радостью. Потому что понимаю, что во Вселенной на самом деле хватает всего для всех, если правильно этим пользоваться. То есть есть законы Вселенной. Восточная психология как раз дает законы, как правильно регулировать свою жизнь, как правильно себя вести. То есть это правило дорожного движения для души и для тела. И тогда эго начинает получать вот этот ресурс через душу. И тогда вот эти же самые машины, яхты, допустим, дома, они уже приносят не просто состояние благополучия и комфортности, они приносят еще и состояние счастья. Потому что ты уже находишься в позиции, скажем так, более высокой, более выгодной.